Это канал высшей технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Как сообщают исследователи в журнале Nature, новая технология предусматривает использование двух лазеров, чьи лучи сталкиваются в пространстве. Таким образом ученые создают условия близкие к тем, что возникают возле нейтронных звезд. Таким образом ученым удается преобразовать свет в материю и антиматерию, как известно, антиматерия – материя, состоящая из античастиц, зеркальных отражений, ряда элементарных частиц, которые обладают одинаковыми спином и массой, но отличаются друг от друга знаками всех других характеристик взаимодействия электрического и цветового заряда, барионного и лептонного квантовых чисел. Некоторые частицы, например фотон, не имеют античастицы или, что-то же самое, являются античастицами по отношению к самим себе. Проблема в том, что нестабильность антиматерии мешает ответить на многие вопросы о ее природе и свойствах. Кроме того, соответствующие частицы обычно появляются в экстремальных условиях, в результате удара молний, вблизи нейтронных звезд, черных дыр или в лабораториях большого размера и мощности, вроде Большого Адронного Коллайдера, пока новый метод не получил экспериментального подтверждения. Однако виртуальное моделирование говорит о том, что метод сработает даже в относительно небольшой лаборатории. Новое оборудование предусматривает использование двух мощных лазеров и пластикового блока, который пронизан туннелями диаметром в несколько микрометров. Как только лазеры попадают в цель, они ускоряют облака электронов блока и те устремляются навстречу друг другу. Такое столкновение производит много гамма-лучей, и из-за чрезвычайно узких каналов фотоны с большей вероятностью также столкнутся друг с другом. Это, в свою очередь, вызывает потоки вещества и антивещества, в частности электронов и их эквивалента антивещества, позитронов. Наконец, направленные магнитные поля фокусируют позитроны в луч и ускоряют его, придавая невероятно высокую энергию, исследователи заявляют, что новая технология очень эффективна. Авторы уверены, что потенциально она способна создавать в сотый год тыс раз больше антиматерии, чем удалось бы с использованием одного лазера. Кроме того, мощность лазеров может быть относительно низкой. При этом энергетика лучей антиматерии будет такой, какая в условиях Земли достигается только в больших ускорителях частиц. Авторы работы утверждают, что технологии, позволяющие реализовать ее, уже существуют на некоторых объектах. Исследование опубликовано в журнале Коммуникашинес Фисикас. Читать далее появились детальные фотографии ближайших к нам галактик. Впервые в истории девяти звезд исчезли за полчаса и не вернулись. Физики рассказали, что будет, если Луна приблизится к Земле. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.